День защиты детей И сразу хотелось бы спросить, как переспрашивают многие взрослые люди, от кого их защищать-то? Наверное, прежде всего от самих взрослых. Ну, конечно, действительно, очень приятно сегодня. Спасибо, что пригласили. Мы, как уполномоченные в регионах, считаем, что это наш профессиональный праздник. Ну, так вот, если по большому счету уж, как нас называют, там, детский омбудсмен, уполномоченный по правам, по защите прав ребенка. Так и есть, оспаривать это не будем. Да, поэтому, наверное, да, и действительно, вот, наверное, вы такой правильный вопрос задали. Надо ли вообще, есть ли от кого защищать наших детей? Наверное, да, есть. То есть, если такой аппарат и такая введена была, да, такой институт правозащитный в России, потому что, действительно, дети, они сегодня в этом нуждаются. Много, вроде как, казалось бы, да, органов власти, которые уполномочены на реализацию прав детей, надзорные органы, которые сегодня в рамках закона, да, надзирают за тем, чтобы эти права были реализованы. Но есть истории, и их очень много, и это доказывает практика работы детских омбудсменов, да, к нам люди приходят за консультацией, обращаются за помощью, значит, проблема действительно есть. Назовем несколько таких основных рисков безопасности детства. Это, конечно, прежде всего, все вопросы, связанные с чрезвычайными происшествиями, которые могут проходить с детьми нашими. Что сюда относится? Сюда относится дорожно-транспортное происшествие, да, и, к сожалению, мы не можем сегодня говорить о том, что их становится меньше. К сожалению, да, и дети страдают там, дети, и бывают случаи, когда погибают, и мы знаем примеры, и у нас на территории, да, случается, и это очень тяжелые всегда факты. Это, конечно же, и вопросы, связанные со всей детской инфраструктурой, которой сегодня у нас есть, детские площадки, общественное пространство. Это какие-то стационарные и нестационарные аукционы, аттракционные, все, что сегодня, да, в летний период времени появляется. Мы много говорим про батуты, насколько они безопасны, небезопасны. Есть к любому, скажем так, к архитектурным формам малым, которые устанавливаются, те же батуты. Есть требования надзорные, да, требования ГОСТовские, требования безопасности этих объектов. Но, к сожалению, у нас стараются заработать деньги, но не соблюсти эти требования безопасности. Поэтому детские площадки, школьные стадионы, все, что сегодня мы много говорим о заброшенных зданиях, да, недостроенных зданиях, о люках, колодцах, зданиях, которые рушатся и обваливаются и так далее, и так далее, это все, что окружает детей в их жизни. Максимально, да, необходимо нам, взрослым, те, кто несет за это ответственность, должностную в том числе, принять все меры для того, чтобы все эти объекты детской инфраструктуры были безопасны. Сейчас у нас юные зрители скажут, ну вот, где интересно, где развлечения, приключения. Туда и полезу, да. Там опасность. Поэтому мы об этом и говорим, и я, как уполномоченный, каждое лето обращаюсь к нашим уважаемым главам муниципалитетов, чтобы они на это обратили особое внимание. И сегодня водоемы, ну, опасный объект сегодня, опасный, лето, жарко, конечно, дети пойдут, но это должно быть все под присмотром взрослых. Как только ребенок остался на водоеме один, да если он еще маленький, конечно, это потенциальная опасность, это потенциальное ЧП, и мы же эти факты переживаем с вами, да, совсем недавно произошло, к сожалению, чрезвычайное происшествие на водоеме, да, и у нас утонул уже ребенок, еще даже лето не началось. Поэтому это опасная история, нужно принять все максимальные меры, чтобы эти объекты, места пользования, где бывают наши дети, были безопасны. Вот многие говорят, ну что эта табличка, купаться запрещено. Ну пусть она будет, эта табличка, да, и взрослый, и ребенок, они должны увидеть ее, что здесь купаться запрещено. Может, остережется кто-то. Конечно, возможно, это кого-то и приведет, спасет, поэтому положено, значит, должно быть. Это не обсуждается, вот это вопросы не обсуждаются. А вот как раз в преддверии лета, когда у ребят будет много досуга, по площадкам как-то поработали, проверили? Вы знаете, мы по ряду площадок детских во дворах, на общественных пространствах, мы выезжали совместно с молодежным крылом или молодежкой. Народного фронта, мы с ними давно сотрудничаем в этом направлении, и у нас в планах еще посетить такие же дворовые площадки детские в районах нашей области. Мы обязательно выйдем с такими рейдами, посмотрим. Главы, в общем-то, на связи со мной, мы с ними в таком конструктивном диалоге по этому вопросу. Они всегда идут навстречу, если вдруг возникает какая-то проблематика, и мы ее решаем, и они решают оперативно. Вот вопросы связаны именно с безопасностью детства, поэтому на контроле, в таком постоянном контроле, акция, которая была объявлена, да, она носит, может быть, такой сезонный характер, там, зимнее время, летнее время, но мы для себя приняли решение, и она у нас такой на постоянной основе. Ну так видно, что на площадках есть поломки, но нет. Есть, бывает, да, и даже те новые площадки, которые введены там год-два назад, конечно, все требует какого-то хозяйского взгляда, да, все требует хозяйского участия. Не только взгляда, но и руки. Ну и руки, да, да, элементарно, они должны быть просто чистые, просто чистые, там должен убираться мусор, должна быть там управляющая компания, не знаю, ТСЖ, или какие-то люди, которые должны эти площадки обслуживать, да, убирать, наводить порядок, безопасность смотреть. Поэтому мы в этом отношении, мы работаем, мы работаем очень плотно с муниципалитетами. Это важная история. Следующее направление в части, ну вот, как вы сказали, где права, угроз, рисков, да, от чего. Есть, конечно, риски для детей в семье, если эта семья ведет антисоциальный образ жизни, если родители злоупотребляют спиртными напитками. Как правило, все эти семьи состоят на различных ведомственных учетах. И мы, мы это субъекты профилактики, которые имеют на территориях, это прежде всего территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которые объединяют все эти субъекты. И работают на межведомственной основе для того, чтобы исключить вот эти риски в семье, чтобы вовремя прийти на помощь такой семье, вовремя эти риски выявить. И мы всегда говорим о таком раннем, да, выявлении вот этого неблагополучия в семье, когда реабилитационный потенциал у родителей достаточно еще высокий, когда можно с ними работать, когда они еще готовы и пройти курс лечения, трудоустроиться, да, найти себе работу, привести порядок, свой дом, свое жилье, ну и так, чтобы детям в семье было безопасно, прежде всего. Вот это тоже. Удается выявить. Удается и выявляем. И, поверьте, принимаются решения, не всегда, может быть, они популярны, но мы вынуждены иногда детей доставлять из семьи в госучреждение для того, чтобы дать этой семье возможность пройти реабилитацию, навести, скажем так, порядок и в голове в своей, и в доме. Ну и потом мы работаем с этой семьей, субъекты профилактики. Ну и, конечно, главная задача семье помочь и вернуть ребенка в кровную семью. Поэтому есть еще вот этот риск, наверное, я бы его назвала так, риск остаться без попечения родителей, да, это, наверное, тоже определенная угроза, потому что, ну, семья, ребенок, да, наверное, в наших государственных... И, как правило, в данном случае там нет никаких нарушений. Все условия, которые положено создать, они созданы. Но дети хотят жить дома. У детей должны быть родители, у детей должны быть бабушки, дедушки, родственники, которые должны быть с ними рядом. Поэтому вот этот риск, он есть, и работа в этом направлении ведется, и ведется очень большая субъектами профилактики. И здесь и органы, и подразделения по делам несовершеннолетних, которые, наверное, всегда на переднем крае, не первые, да, приходят вот на вызов, скажем так, да, или на... На целью наказать, на учет поставить. Знаете, это тоже определенная задача, чтобы родители понимали, да, что их сегодня контролируют, и родители по закону обязаны нести ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Поэтому, но это не только для того, чтобы контролировать там и вести какие-то учеты, но и для того, чтобы вовремя помочь семье, вовремя прийти на помощь, да, чтобы эту помощь обозначить. И сегодня ведь много примеров, когда родители, да, становятся на нормальный жизненный путь, которые дети возвращаются домой, оказывается помощь, и, в общем-то, все в порядке, ситуация стабилизируется. И это, наверное, самое главное наше, если честно, победа всех субъектов профилактики, которые работают с семьей. Еще одна из угроз или там, где могут быть нарушены, это, конечно, интернет и все, что связано с безопасностью в интернете, да. Мы ведь там видим все, что угодно, да, и педофилию, и экстремизм, и нарушение прав детей в виде травли, и буллинга, и кибербуллинга. Ну и можно... Даже недавно, ну, сколько-то лет назад, к суициду. И вот, и суицидные все, и... Это удалось купировать. Да, удалось. Это благодаря сегодня и тем законам, которые были приняты, да, в государстве нашем, и действию Роскомнадзора, да, по блокированию таких сайтов, и привлечению к ответственности, в том числе к уголовной ответственности, да, администраторов этих сайтов. Это тоже очень сегодня, ну, скажем, такая современная угроза. И мы, взрослые, должны понимать, что мы должны знать, что и чем интересуется наш ребенок, что его там интересует в интернете. Там и хорошего очень много, но и контроль родительский, конечно же, должен быть. А самое главное, мы должны воспитать в детях, наверное, вот эту культуру, что хорошо, а что плохо. Сейчас появляются такие понятия, как гигиена цифровая. Цифровая гигиена, совершенно верно, да. И на этом тоже сегодня основаны многие, да, наши, там, скажем, воспитательные мероприятия в школах, в образовательных учреждениях. Поэтому это тоже вот в плане защиты или от кого защищать. И здесь тоже большое-большое поле для нашей деятельности. Вот к терминам гигиена мы как раз и к медицинской теме подошли, что в отношении здравоохранения детей. Нередко, кстати, реже стали встречаться призывы сборов на лечение ребенка. Как у нас в этом части ситуация? Ну, вот что я хочу сказать и про эти сборы, может быть, я всегда считаю, что нужно очень тесно взаимодействовать с нашими должностными лицами или органами власти, которые несут за это ответственные. Да, у нас есть департамент здравоохранения, у нас есть сегодня, ну, я уже не говорю об уполномоченном, которому можно, если вдруг возникли какие-то сложности в решении каких-то вопросов в части защиты права на охрану здоровья ребенка. Да, такие вопросы есть, но я с вами согласна, их стало меньше. У нас сегодня по решению президента создан такой государственно-общественный фонд, который называется Круг Добра, который сегодня вот все сложные заболевания, генетические, редкие заболевания, орфанные, там, где детям требуется дорогостоящее лечение, конечно, таких детей Круг Добра берет свой круг и оказывает помощь, я имею в виду, то есть все препараты закупаются по линии этого фонда, и у нас есть такие дети в Еврейской автономной области, которые получают препараты по линии фонда Добра, очень дорогостоящие препараты, которые сегодня улучшают качество жизни детей с тяжелыми заболеваниями, поэтому нужно быть здесь очень аккуратными в этих вопросах, я так считаю. Я думаю, что сегодня вполне решаемы они. Нужно только вовремя, наверное, обратиться и как-то дойти до конца, хотя иногда, да, родители, вот, понятно, это эмоции, это здоровье ребенка, хочется как-то быстро... Какая-то клиника что-то предлагает. Да, вот, быстро его решить, но если учреждение здравоохранения, где проходит, может быть, лечение ребенок, или участок педиатрический, где ребенок наблюдается, наши доктора знают эти темы, эти истории, они вполне могут сегодня проконсультировать, да, и сами приступить к решению этих вопросов, поэтому я еще хочу сказать, что сегодня очень, на мой взгляд, очень важная история, это профилактика заболеваний, да, это вот наши все профилактические медицинские осмотры, которым сегодня занимается департамент здравоохранения правительства области, и они очень активно начали реализовывать эту программу, и я надеюсь, что все те плановые показатели, которые они себе для себя определили, они будут выполнены обязательно, и такой профилактический осмотр пройдут по всем нашим районам, и в городе Биробиджане, и выявятся те дети, которым нужна помощь, может быть, у которых появились какие-то хронические заболевания, для того, чтобы своевременно, да, оперативно эту медицинскую помощь оказать. Да, это тоже такой риск, да, определенный в плане здоровья детского. Ну, то есть, резюмирую, если принципиально ребенку понадобится сложная медицинская помощь, дорогостоящая, она будет оказана? Да, однозначно. Это же, как правило, это дети-инвалиды. Сегодня есть государственные законы, да, которые говорят о том, что эта помощь должна быть оказана и бесплатно. Помимо этих законов, какие вот сейчас реализуются программы? Вот я хотела бы несколько, да, назвать проектов, которые сегодня мы, как региональные уполномоченные, реализуем. Эти проекты инициированы уполномоченным при президенте Российской Федерации Марии Алексеевны Львова-Беловой активно поддерживаются на федеральном уровне, ну и, соответственно, площадки, да, их реализации, конечно, в регионах. Прежде всего, я бы хотела назвать это такой проект, как подросток, подростки, да, занятость подростков, организация их досуга, создание таких подростковых пространств в регионах. И у нас тоже, чему я очень рада, в этом году Центр детского творчества выиграл соответствующий грант на создание такого подросткового пространства. И Федеральный подростковый центр выделит определенное оснащение для этого центра, мебель, техника компьютерная. И я надеюсь, что эта площадка будет интересна нашим детям, она будет такой креативной. Мы постараемся создать вот эти места, где дети смогут прийти, пообщаться, ну, чтобы им там было современное, интересное. Главное, чтобы было место, а там они все войдут сами. Да, да, вот правильно вы сказали, важно учесть то, чего они хотят, да, их пожелания. Вот такое направление программы, значит, подростки, их занятость и творческое пространство для подростков. Затем это дети в семье, это вот то, что я говорила, да, работа с семьей, сохранение кровной семьи для ребенка, скажем так, чтобы в максимально короткие сроки, если вдруг ребенок и остался без попечения родителей, да, ну, по каким-то причинам подобрать замещающую семью, это развитие семейных форм устройства наших детей, оставшихся без попечения родителей. Вот такой проект, он в основном, ну, скажем, такая активная часть его реализуется, конечно, в работе с маленькими детьми, которые у нас находятся в домах ребенка, дети от 0 до 4 лет. Вот очень важно, да, своевременно решить эту проблему, пока вот ребенок еще маленький. Мы знаем, что чем больше ребенок находится в госучреждении, без тем сложнее потом он развивается, тем, ну, у него появляются определенные сложности, да, в его развитии в целом, да, и в физиологическом развитии ребенка. А вообще как сиротство сокращают? Вообще в целом, да, в целом в регионе сокращается количество детей-сирот, ежегодно сокращается. Сегодня у нас в региональном банке данных где-то числится, ну, порядка чуть больше 200 детей-сирот. Ну, я бы не сказала, что это мало. Наверное, если брать вообще в целом какой-то процент от общего количества детского населения детей-сирот, который у нас есть в регионе, а их у нас там около 1900 с чем-то человек, не все в банк данных попадают. Мы же говорим о сиротах, которые в опекунских семьях проживают, в приемных семьях, под надзором госучреждений, да, это тоже все дети, оставшиеся без попечения. А вот те, кто не нашел еще себе законного представителя в лице родителей, да, вот те попадают в банк данных. Ну, а по сравнению с предыдущими годами? Ну, было больше намного, где-то порядком мы всегда так процентов на 5-6 до 10% мы сокращаемся по количеству детей-сирот. Это, конечно, радует, это тенденция такая положительная, позитивная, и я думаю, в этом плане мы будем работать и дальше с Департаментом социальной защиты для того, чтобы создавать условия по развитию семейных форм устройства. Где родители берем? Во-первых, это всегда, вы знаете, у нас есть такая общественная организация, которая называется «Мы рядом», которая оказывает помощь матери и ребенку, и на базе этой общественной организации создан клуб приемных родителей. Вот 27 мая, в субботу, меня приглашали на заседание этого клуба, там было, ну, больше двух десятков родителей приемных и кандидатов в замещающие родители. Они задавали очень много вопросов, как стать приемным родителем, какие документы нужно собрать, что нужно. И, знаете, я хотела название этого клуба «Рожденное сердце». Вот эта вот история или это решение, оно должно вот где-то в сердце там родиться, да, и тогда человек для себя это решение принимает, но хочется, чтобы раз и на всю жизнь, потому что бывают у нас и другие истории. Поэтому появляются такие люди, проходят школу приемного родителя, собирают все документы и становятся кандидатами. У нас сегодня есть такой список таких, и они сегодня, скажем так, знаете, я бы сказала, они тоже, конечно, ищут, подбирают, но я всегда говорю, пусть ребенок вас выберет. Вы приходите, да, вам разрешено приходить в наши детские дома, в дом ребенка, в какие-то госучреждения, где проживают наши дети, пусть он вас сам выберет, тогда это уже наверняка попадание. Да дети, мне кажется, такие добрые, светлые существа, что кинутся к любому. Ну, так бывает иногда, а получается, что вот и они так совпадают, да, выбрали дети, родители поняли, что это их ребенок, и создается замечательная счастливая семья, и, конечно, ну обязательно нужно сопровождать, помогать, где-то консультировать, где-то какие-то решения сложные, помогать в их продвижении дальше, да, потому что проблемы, конечно, бывают. Еще какие-то важные программы? Ну, одна из программ, еще сопровождение через всю жизнь, это программа, проект, который нацелен на работу с семьей, в которой воспитываются дети-инвалиды. Причем, вот интересно, или даже, скажем, он такой проект, начиная от сообщения диагноза родителям при рождении ребенка, да, с какими-то особенностями, с какой-то патологией, как правило, важно это сделать правильно. И вот сегодня Министерством здравоохранения разработали прям специальные рекомендации для врачей, кто может этот диагноз сообщить родителям, как его надо сообщить. Как-то тактично. В каком присутствии, конечно. Что сразу рассказать родителям, какую дать консультацию, чтобы они руки не опустили, чтобы они поняли, что эта семья не останется один на один, ну, со своими сложностями, которые могут возникнуть. И вот на протяжении всей жизни ребенка в семье, сложного ребенка с тяжелым заболеванием, да, ее надо сопровождать. Вот такая служба в регионах должна быть создана. У нас есть тоже на базе реабилитационного центра специалисты, которые именно сопровождают семьи с детьми-инвалидами, да, с детьми-тяжелыми. Но службу будем создавать? Она есть, она создана на базе реабилитационного центра, есть специальное структурное подразделение там, которое работает с семьей. Просто сегодня, мне кажется, эта тема становится такой на повестке дня, ну и плюс целый проект такой. И сегодня мы говорим о том, что нужно создавать, наверное, для таких семей, для родителей, ну, например, группу дневного пребывания, где родители могут привести ребенка, да, со сложным и тяжелым заболеванием и себе какую-то передышку создать, чтобы они могли там 3-4 часа провести, там, не знаю, заняться собой, да, да элементарно к врачу сходить, да, там, не знаю, маме в парикмахерскую сходить, заняться какими-то домашними делами, чтобы они понимали, что их ребенок, если они привели его в эту группу, там есть медицинское сопровождение, там есть соответствующая реабилитация, да, там есть специалисты, которые с этим ребенком еще и позанимаются, да, еще и занимутся его реабилитацией, той, которая ему рекомендована в его индивидуальной программе развития. А помещение надо, да. Ну вот мы хотим, да, мы хотим сегодня, учитывая, что у нас будет дом ребенка наш немножечко перепрофилирован, передан под учредительство Департамента социальной защиты, такое решение уже правительством области принято, сегодня готовятся документы, уже такие нормативные по этому вопросу. Мы хотим, вот в процессе его, скажем, передачи в Департамент социальной защиты, мы хотим устав немножечко поменять и дополнить вот уставные задачи, в частности, вот таким направлением в работе, как работа с семьей, с детьми инвалидами, именно в части создания такой группы дневного пребывания на базе дома ребенка. Хорошая идея. Условия там все созданы, там есть медицинский штат, который, да, работает сегодня, это же сегодня медицинское учреждение, мы сохраняем все направления деятельности, сохраняем штатное расписание с медицинскими работниками, с врачами, с медицинскими сестрами, с теми, кто будет помогать, да, семье. Транспорт туда, дома. Да, с транспортом, да, сегодня у нас есть, специальные автомобили, которые сегодня уже доставляют наших детей, инвалидов в образовательные учреждения, в школы подвозят, да, там, другие какие-то услуги оказывают. Я думаю, мы эти вопросы с департаментом все решим. Сегодня надо, вот, сейчас примем законодательно, да, нормативно все эти решения, и я уверена, что мы такую группу откроем. Это тоже в рамках этого, реализации этого проекта, вот, сопровождение семей с такими детьми, которые имеют сложное заболевание. Ну, вот, скажем, это основные, а еще много просто разных вопросов, которые мы сегодня решаем, в данном случае во взаимодействии с правительством области, с департаментом социальной защиты, с органами, с образованием, с органами исполнительной власти. Ну, и я хочу сказать, что и губернатор всегда очень быстро реагирует на вопросы, которые возникают в сфере детства. И вопросы решаются, они оперативно рассматриваются, поэтому в данном случае... В целом система работа. В данном случае, да, команда защиты детства, конечно, она сформирована, она работает, и сказать вот сегодня, что там эти вопросы никто, нет, конечно, конечно, и я хочу сегодня, пользуясь возможностью, поблагодарить всех тех взрослых людей, которые стоят на защите детства. И мы сегодня эту работу видим, да, мы сегодня говорим о ней, и сегодня просто хочется только пожелать всей этой дружной команде, команде, где вопросы профилактики решаются, да, вопросы защиты прав и законных интересов детей, всем этим институтам пожелать вот всех благ в развитии, что ли, да, этой темы, темы защиты детства. Мы, в свою очередь, конечно же, тоже вашу благодарность разделяем, поддерживаем, спасибо большое за всю работу, которую делаете вы и ваши коллеги. Я бы хотела и детям, в рамках это их праздник, я бы хотела очень пожелать им здоровья, конечно, ну и прежде всего, пусть они будут счастливы, пусть они будут счастливы и любимы. Сказанному нечего добавить. Спасибо большое детям, счастья и здоровья. Растите большими и хорошими людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова